Вернусь к твоим словам о том, что хорошо бы, чтобы у родителей было понимание, какими они хотят детей вырастить и какие отношения они хотят иметь с ними, когда дети уже будут взрослые. И вот растить их туда. Понимаешь, вот как совершенно с тобой согласна. Именно поэтому на Школе счастливых родителей одно из заданий, которое я родителям даю как раз, про то, чтобы они определились, что они от детей хотят. То есть со своими правилами определились. Когда у родителей есть это понимание, им намного проще потом просто вот в течение жизни и просить детей, и напоминать, просто понимая, что они хотят. И что разрешено, а что точно запрещено в их семье. Когда есть это понимание, то там дальше легче. Это одно. Теперь по поводу того, что родители, в общем, как-то ребёнка встраивают в свою жизнь, это проще обычно. Почему? Ну, то есть большинство родителей так или иначе всё-таки подкрепляет то, что им важно и интересно. Другое дело, что пожелания родителей, они со временем меняются. Да, конечно. Например, тебе 20... Именно. Мне было 28, когда я родила. И, предположим, когда уже там мне было 40 лет или там 45 лет, и пожелания родителей. Да, на другое. Да, да, да. И вот, смотри, типичная история, когда молодые родители, им больше всего... И маленький ребёнок, им больше всего на свете хочется, чтобы ребёнок отстал. Да? Чтобы он хоть немножко побыл сам с собой. Чтобы он хоть немножко дал подышать маме какое-то пространство. Да не то, что уж спать. Многие мамы на это не надеются. Ну, чтобы хотя бы дела поделать. Вот, я не знаю, обед приготовить бы дал, да, или там пелёнки постирать. Ну, вот что-нибудь, чтобы дал поделать. Плюс ещё сейчас многие мамы, молодые, хотят работать. Вот как младенец на руках, то вот почему-то сразу идея самореализации прям стучит в голову. Такое вот, как же я сейчас потеряю год, два, три. Ужас, ужас, ужас. Вот и хочется ещё одновременно с младенцем и работать продолжать. Вот. Итак, пока ребёнок маленький, родители молодые, очень хочется, чтобы отстал. А вот когда, скажем, ребёнок подросток, у родителей тоже, как правило, кризисное немножечко или предкризисное состояние в это время, ну, часто вот у мужчин бывает кризис среднего возраста, в то время, как ребёнку 15-16 лет. Вот. В этот момент хочется вдруг близости и тепла. Но от подростка, у которого своих сейчас задачи возрастные, конечно, не дождаться. Вот в этот момент трудности возникают в взаимодействии, да, подростку хочется куда-то с друзьями умотать. Вот. Это вот второе. Такое я просто типичное беру, я думаю, у всех перед глазами вот эти картинки сразу встают, да. Закрытая дверь в комнату подростка, да, ну, недопонимания некоторые. Ладно. А вот когда родители становятся совсем такие в возрасте, а дети в силу входят молодые, взрослые, да, то тогда родителям что хочется наоборот, чтобы почаще приезжали, да, хочется заботу от детей какую-то получить, вот. И тогда их потребности меняются, ну, практически, вот, как сказать, с точностью на 180 градусов, да. Вот. А теперь смотри, если мы ребёнка всю жизнь воспитывали на руках, да, и заменяли собой ему весь мир, и он не научился сам, а научился только с нас просить, да, то вопрос, а чё мы будем делать, когда нам 60, а он взрослый, он, ну, слава Богу, что родители не выдерживают эту линию последователей, но кто выдерживает, у тех, конечно, трудности начинаются с определённого возраста, когда хочется, вот, чтобы ребёнок к тебе пришёл, чтобы он тебе что-то дал, а ты его не научил быть дающим, дарящим, да? Да, и мне кажется, очень важно, знаешь, показывать, например, ну, у родителей же тоже обычно, у многих ещё живы свои родители, то есть бабушки и дедушки этого ребёнка, и показывать, что ты делаешь для, там, своей мамы, своего папы, или, и чтобы видел такое, и, да, потому что, если видят то, что я никогда не езжу к своим родителям, хотя уже это было бы просто необходимо делать по состоянию, там, здоровья и так далее, это будет потом, ну, во всех случаях, мне так видится, что очень часто ребёнок будет повторять то, что он видел, что делали его родители, если они не ухаживали, не заботились о бабушках и дедушках, то тогда такое же может повториться. Да, согласна, но, смотри, мы сейчас уже тогда, получается, не про подкрепление с тобой говорим, да, а про пример, про пример, да, да, про сценарий поведения, которые ребёнок вот учится и которые он может повторять сам в своей жизни, то есть сейчас мы про обучение уже говорим, я полностью согласна, и вообще, конечно, в здоровых семьях, при хороших отношениях, это всё происходит само собой, правда же, вот само собой родители видят, что ребёнок становится крепче, да, ну, дают ему больше свободы, больше самостоятельности, естественно, ещё растёт, его ещё немножко побольше нагружают, вот, поэтому, да.